Всем доброго солнечного дня! У нас хоть и облачно, но погода 31 градус, стоит сильная жара. Мы находимся с вами сейчас на границе Челябинской области и Башкирии, в лесу. Напоминаю, что вблизи дорог лекарственные травы не собираем и все употребления после консультации с врачом. И эту травку на зиму себе я не собираю, поэтому ее снимаю недалеко от дорог. Будет в видео слышно шум машин. Ну и без музыки сегодня видео посмотрим, послушаем шум природы и сверчение цикад. Обожаю этих цикад, напоминает детство, напоминает такое беззаботное счастье. Ну это, наверное, у каждого ассоциация с этими цикадами. Так, но речь сегодня пойдет о травке. Вот об этом желтом цветке, который называется коровяк черный. Почему он называется черный, я не знаю. Это цветки у него желтые. Кто его так обозвал, оскорбил, непонятно. Потому что это красивейшее растение. Издает оно запах меда. У него тонкий такой сладкий аромат. Его очень любят пчелки. Высота растения доходит до метра. Я посмотрела на полянки. Есть и пониже сантиметров 50. И есть такие высокие растения метровые. Эта лекарственная травка признана и официальной медициной, и народной медициной. Цветет коровяк с июня по август. Семена появляются с августа по октябрь. На самом деле, коровяков несколько видов. Вот именно этот вид называется коровяк черный. Цветочки у него мелкие, плотно посаженные. В колос, как будто в колосовидные. Стебель такой, знаете, не тонкий. Немножко красноватый, коричневатый. Если посмотреть. Цветки в основном наверху стебля. Дальше идет вот такой голый стебель. И к низу растения идут листики. Листья овальные, продольные. На ощупь они немножко такие, как мягкие. Они не скользкие, не гладкие. Но и не волосяные, как у некоторых растений. Чуть-чуть мягенькие. У нас в деревне эту травку в основном заваривали как чай. Просто пили как чай. Но сейчас я все чаще вижу у знакомых, у друзей эту травку в ландшафтном дизайне. То есть посажена, искусственно выращенная. Потому что травка легко переносит любую почву. Засушливую почву. Холода переносит легко, хорошо. Поэтому ее стараются сажать как декоративную. Коровяк обладает ранозаживляющим, отхаркивающим, мочегоном, кровоостанавливающим действием. Противовоспалительным, антибактериальным действием. Седативным, вяжущим. Показания к применению этой травки могут быть бронхиальная астма, риниты, также головные боли, отдышка, ревматизм, диареи, колиты, гастриты. Ну и другие заболевания органов пищеварения. Хронический цистит. Также можно использовать настойки, примочки. И берутся либо полностью на вся надземная часть растения, измельчают ее и стебли, и листья, и цветки. Либо берут просто одни цветки для заваривания. Также у травки есть противопоказания. Это беременные, кормящие и маленькие дети. Всем здоровья, не болейте в наше тяжелое время. Всем до встречи. Подписывайтесь на канал.